15-летняя школьница из Нижнего Тагила заявила о том, что старший брат надругался на протяжении шести лет. Потом она призналась, что оговорила его, но было уже поздно, дело отправляют в суд и брата ждет суровое наказание. Мужчину арестовали и 8 месяцев продержали в СИЗО. Но потом девочка призналась, что оговорила его, потому что захотела таким образом помочь его жене, на которую он в пьяном виде поднял руку. Но дело не прекратили и передают в суд. Младшая сестренка очень хорошо помогла там, где ее не просили. Никаких повреждений или побоев у нее не обнаружили. Одежду на экспертизу не брали. О пережитом девочка раньше никому не говорила, и в ее поведении не было изменений. 4 декабря был день рождения у жены брата, там она все рассказала супруге. Женщина рассказала обо всем маме школьницы, та забрала дочь и написала заявление в полицию. На допросе школьницы, по словам близких, она еще находилась в состоянии алкогольного опьянения. Сообщила, что было несколько эпизодов в съемных квартирах, где проживала семья брата. Уже на следующий день Сергея задержали и предъявили обвинение. По словам Юлии, на следующее утро школьница призналась, что оговорила мужчину, но ее маму попросили не забирать заявление. Говорили, вы не боитесь, что девочка в детский дом поедет. Этим угрожали. В итоге они подписали все документы. Только потом одумались, говорит жена мужчины. Дело усугубляется тем, что в первые часы допроса без адвоката Сергей, подписал явку с повинной правды, практически сразу отказался от этих показаний. Он также попросил проверить его на полиграфе, однако следователь отказал. Школьница написала официальную явку с повиной, в которой объяснила причину лжесвидетельствования. С ее слов, следователь пугал ее отправкой в детский дом. Жена обвиняемого считает, что у девочки присутствует дефицит внимания и психические диагнозы. Кроме того, семья школьницы пьющая, а сама несовершеннолетняя жительница Нижнего Тагила недолюбленная. Женщина рассказала журналистам, что подобными действиями 15-летняя пыталась привлечь к себе внимание. Сейчас адвокаты пытаются прекратить дело, но следствие намерено довести его до суда, хотя дело строится только на показаниях несовершеннолетней, от которых она почти сразу же отказалась.